Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Праздничные беспорядки. Иерусалим отмечает свой 54-й день рождения на фоне столкновений мусульман с полицией. Еврейский день победы. Первый женский еврейский конгресс провел Афрашат Хала. 26 яра в России. Еврейские общины Владикавказа и Дербента отметили День спасения и освобождения. В России третий день подряд фиксируют рост числа новых случаев COVID-19. За минувшие сутки выявили 8465 зараженных. Более 15% из них без клинических проявлений болезни. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в стране идет планово, а коллективный иммунитет у 60% взрослого населения удастся обеспечить в сентябре. На сегодняшний день первым компонентом спутника 5 привились 13 миллионов 400 тысяч граждан. Кипр отменил обязательное тестирование и карантин для вакцинированных россиян. Сегодня в Израиле провели около 26 тысяч анализов на COVID-19. 34 из них показали положительный результат. Более 5,5 миллионов граждан получили первую дозу вакцины Pfizer. Гендиректор Минздрава профессор Хизелеве подписал приказ о продлении зеленого стандарта на посещение общественных мест и массовых мероприятий до декабря 2021 года. В течение этого срока у посетителей будут требовать зеленый паспорт, прививочный сертификат или справку о перенесенном заболевании. А у невакцинированных справку об отрицательном результате анализа на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до проверки при входе. Сегодня Иерусалим отмечает свой 54 день рождения. Его освобождение в 1967 году было кульминацией не только шестидневной войны, но и всего начального периода истории государства Израиль. В синагогах в столице утром прочли праздничный аллель и спели радостные псалмы. Израильтяне устроили праздничное шествие с флагами, самодеятельными оркестрами, песнями и танцами. В честь Дня города Еврейский национальный фонд опубликовал исторические фотографии, рассказывающие о жизни Иерусалима в первые годы британского мандата. На них можно увидеть известные здания и памятники, а также строительные проекты того времени, разработанные еврейскими иммигрантами. Праздничные мероприятия проходят на фоне непрекращающихся беспорядков в арабской части Иерусалима. Полиция приняла решение закрыть вход на территорию Храмовой горы. В результате столкновение более 300 человек пострадали, семеро из них в тяжелом состоянии. Ранены 20 сотрудников полиции, трое госпитализированные. У входа на Храмовую гору собрались несколько сотен евреев, в том числе несколько депутатов Кнессета. Руководство движения «Возвращаемся на гору» призывает своих активистов прорываться на священное место, несмотря на все запреты. К столице еврейского государства стянуты дополнительные силы полиции. Накануне беспорядки произошли в Хайфе, 9 человек получили травмы, 15 были задержаны. На фоне сконцентрированных майских праздничных дат и мероприятий незамеченным остался день рождения еврейского автономного округа. 7 мая ему исполнилось 87 лет. В 1934 году президиум ВЦИК принял постановление о преобразовании Биробиджанского района в автономную еврейскую национальную область. По словам главы региона Ростислава Гольштейна, еврейский автономный округ играют важную роль в укреплении приамурских рубежей России и имеют большое экономическое значение для страны. Завершились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. В Берлине, Белграде, Варшаве, Афинах, Иерусалиме и других городах мира возложили цветы к воинским монументам. Военные парады 9 мая прошли в 28 городах России. Самым старшим участником московского парада стал 98-летний Евсей Рудинский. Он родился в 1921 году в украинском городе Конотопе. В 1940 году поступил в Мелитопольское военное авиационное училище. С начала войны был штурманом в 222-й эскадрилье. Участвовал в боях в Белоруссии, Польше, а в апреле 45-го совершал вылеты на Берлин. Евсей Рудинский награжден орденом боевого красного знамени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями за освобождение Варшавы и за взятие Берлина. С недавнего времени для евреев всего мира День Победы не только государственный, но и религиозный праздник. О том, как День Спасения и Освобождения 26-й яра отпраздновали в еврейских общинах страны, в обзоре нашего корреспондента. Утром 9 мая жители Красной Слободы собрались у памятника вечной славы, воздвигнутой в честь погибших горских евреев в Великой Отечественной войне. Участники мероприятия возложили венки и букеты «Алых гвоздик» у подножья памятника от имени Международного благотворительного фонда Стемеги. С Днем Победы и с Днем Спасения и Освобождения участников торжества поздравили представитель главы исполнительной власти Губинского района Тельман Мухаилов и председатель религиозной общины горских евреев Красной Слободы Юрий Нафталиев. Тельман Мухаилов напомнил, что в 2014 году уроженец Красной Слободы, президент Международного благотворительного фонда Стемеги Герман Захаряев выступил с инициативой о внесении в еврейский религиозный календарь праздника 9 мая Дня Победы как 26 яра – День Спасения и Освобождения еврейского народа. Инициативу эту с одобрением встретила еврейская общественность во всем мире. Более 600 человек из Красной Слободы добровольно отправились на Великую Отечественную войну. Половина из них героически погибла в боях за родину. Около 300 человек после войны вернулись в родную Красную Слободу с медалями и орденами за заслуги на фронте. Сегодня в живых не осталось ни одного. Безусловно, главный смысл 26 яра – не дать миру забыть о том, каким страшным злом был фашизм и кто победил это зло. Не дать забыть тех людей, которые ценой своей жизни освободили мир от чумы нацизма. Для еврейской общины Владикавказа 26 яра стало не только праздником спасения и освобождения, но и днем исторического и духовного просвещения. В еврейском общинном доме собравшимся рассказали о необходимости и исторической значимости этой даты в еврейском календаре. По традиции участники торжества зажгли три свечи. Каждую из них сопроводили молитвой в благодарность Всевышнему, в память о жертвах и в память о бойцах Красной Армии. В заключении праздника во дворе общины к памятнику воинам-евреям, выходцам из Осетии, не вернувшимся с полей сражения, возложили цветы и, по еврейской традиции, камешки. В честь солдат Красной Армии, спасших еврейский народ от угрозы уничтожения фашистами, первый женский еврейский конгресс России провел Афрашат Хала. Лена Молзак расскажет подробнее. В этот еврейский день победы более 150 женщин собрались, чтобы показать всему миру силу женской молитвы. Как их матери, бабушки и прабабушки молились, чтобы ужасная война закончилась, так и все гости вечера совершали Афрашат Хала с вознесением благодарственной молитвы за тех, кто приближал победу и добыл свободу для всего еврейского народа. Отделение Хала является одной из трех заповедей иудаизма, данных исключительно еврейской женщине. Мы соединили, в принципе, несоединяемое Афрашат Хала, еврейское женское митцва, таинство с большим масштабным днем памяти. Но, если честно, то между строк можно прочитать, что между ними есть огромная связь. Они воевали, мы молились. Женщины какие-то воевали, какие-то женщины молились, мужчины воевали, их матери молились. Это соединение. Нет ничего в этом мире без духовности. Самый дорогой и самый, конечно, значимый праздник был. Это был праздник День Победы. Это победа всей страны и это подтверждение правильности деятельности родителей. Экспозиция постеров о героях Великой Отечественной войны из закрытой коллекции зала истории службы внешней разведки напомнила о вкладе в победу над фашизмом еврейских женщин. Об их подвигах написано немало статей и книг. Торжественное мероприятие началось с показа короткометражного фильма «Молитва женщины» о женщинах-героях, участницах Великой Отечественной войны и приветственной речи от Германа Захарьяева. Выполняя церемонию фашадхала, каждая женщина поднимает простой процесс выпечки хлеба на высокий духовный уровень. Такая же и роль женщины в жизни еврейского народа и горско-еврейской общины России. Ведь именно под влиянием матери, бабушки, сестры наши дети начинают приобщаться к еврейским традициям. Благодаря усилиям женщин даже в самые тяжелые годы государственного антисемитизма и атеизма евреев сохраняли веру и традиции отцов. Воспитание детей – это процесс семейный и школьный. И от того, какие будут наши дети и наши внуки, видимо, в таком состоянии будет наша страна. Для меня 26-й Яра – это не просто день. Два года назад мы с Германом Рожбиловичем построили памятник в Анатевке. И это первый памятник 26-му Яру. И вы видите его везде на афишах с Божьей помощью. Это прямое доказательство тому, что этот день есть, этот праздник есть. И мы помним тех, кто ушли и тех, кто воевал. Это большая гордость для нас, для еврейских женщин. Юди, конечно, молодец. Все на высшем уровне. Собралось очень много человек. Даже, как видите, и мест не хватило. Поэтому я горжусь. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется с чувством гордости и благодарности. Бездарности. Свечи памяти 6 мая были зажжены не только в знак общей скорби, но и как символ единства в оценке нашего исторического прошлого во имя будущего человечества. Это все на сегодня. Чтобы быть в курсе актуальных новостей в еврейском мире, подписывайтесь на Первый Еврейский. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И оставляйте комментарии под видео. Нам важно ваше мнение. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok